Всем шалом! Я не знаю, как назвать это видео, потому что здесь будут интересные темы с гитхаба и общего у них мало, кроме гитхаба и линукса. Например, сегодня будет идти речь про создание красивого QR-кода, парсинг приватных голосовых сообщений с донат-алерц, осинт по нику пользователя, то есть разведка, парсинг объявлений с авито и о проекте Утопия, про создание нового интернета, свободного от цензуры и с анонимным общением. Все это реализовано в формате программного обеспечения на ПК, версии для линукс, винды и мака. В этом году планируется мобильная версия для iOS и Android. В самом софте у пользователя доступны общие и приватные чаты, где вы можете свободно общаться, криптокошель для создания криптон. Имеется майнинг в двух формах, прямо в клиенте или через бота, внутренняя монета для покупки услуг проекта и многое другое. Проект Утопия вознаграждает тех, кто помогает в развитии, делая репорты на баги, предлагая свои идеи и промо, за которые вы получите криптоны. Утопия это продукт, основанный на свободе, анонимности и отсутствии цензуры. Проект предназначен для безопасного общения, анонимных платежей и действительно свободного интернета без границ. Ведь данные не могут быть перехвачены и прочитаны третьей стороной, так как все хранится на локальном устройстве пользователя Утопия в зашифрованном виде. Подробнее про проект Утопия по ссылке в описании. Как сделать обычный QR-код знает каждый из вас, но вот как сделать красивый QR-код знают не все. Но вот почему? Вроде как много статей расписывают полный функционал работы QR-кода и как создать красивый QR-код. Вот давайте прямо сейчас попробуем через Google найти такой метод, который нам точно поможет. Но я дорожу своим и вашим временем, поэтому отвечу заранее. Пока вы его найдете, у вас пропадет все желание создавать такие QR-коды. Потому что большинство поисковых запросов будут вести на различные сервисы, которые создают красивые QR-коды исключительно за бабки. Что самое интересное, они используют бесплатную технологию, продавая ее пользователям. Я пошел на принцип и убил 4 часа, чтобы эту информацию добыть и чтобы эти падальщики подавились. Представляю вам первый вариант создания уникального QR-кода. Выбираем картинку, затем в значение value нужно вписать желаемый текст, указать размер и выбрать версию, черно-белую либо цветную. А теперь попробуйте отсканировать QR-код, который составил я. Ну а сейчас найдите 10 отличий между бесплатным сервисом, который написал энтузиаст, и платным, который делает то же самое. Причем здесь автор уверяет, что каждому клиенту они рисуют QR-коды руками художника. Во что верится слабо, ведь готовый вариант ничем не отличается от бесплатного. Ранее я встречал бесплатный сервис по созданию красивых QR-кодов и замутил шапку в группе ВКонтакте. Однако этот сервис благополучно умер. Поэтому я вам хочу показать второй способ создания красивых и уникальных QR-кодов абсолютно бесплатно и который никогда не умрет. На гитхабе я нашел отличный репозиторий, который подробно объясняет процесс создания. Но вам это покажется непонятно, потому что много букв вы не любите, и не все знают, что страницы с английского языка можно перевести на русский в один клик. Для создания уникального QR-кода потребуется скачать данный репозиторий и перейти в его директорию. Теперь давайте я объясню, как этим пользоваться. Прописываем команду python3 myqr.py и ваш текст, либо ссылка. В результате получаем обычный QR-код с указанием текста или ссылкой. А теперь делаем его уникальным. Используем ту же команду, но немного ее дополним. Здесь имеется размер изображения, качество изображения и значение минус p, то есть picture, говорит о том, на какое изображение вы хотите наложить QR-код. В моем случае это файл 1.jpg. Если полученный результат нечитабельный, то поиграйте со значением v6. Измените его на v7 или v8 и так далее. А для того, чтобы сделать картинку цветной, в самом конце необходимо дописать минус c. То же самое касается и анимированных QR-кодов. Ну а теперь возвращаемся к предыдущему сайту и медленно показываем средний палец. Ведь платить за бесплатную продукцию никогда не стоит. Привет. Донат Агвертс не так давно ввел новую функцию доната голосовыми сообщениями. И какую дичь там только не несут. Привет, мой сладенький. Как самочувствие, как здоровье. Однажды я сделал отчет, чтобы посмотреть путь до голосовых сообщений. Тут мне пришла в голову идея поковырять эту ссылку и изменить значение. Шевели своей духовкой, шевели своей пиздой, шевели рукой и щекою, шевели, шевели. После того, как я успешно прочитал голосовое сообщение совершенно другого пользователя, мне стало интересно, а можно ли их все как-нибудь спарсить. И на гитхабе я нашел один интересный репозиторий, который мне в этом помог. Перебор довольно долгий, но рабочий. Я оставил линукс в покое, свернул виртуальную машину и занимался своими делами. И после пары часов я нашел полторы тысячи сообщений, которые можно поковырять. Набросай ты эти стримы, давай заканчивай. Я уже выезжаю, вчера, кстати, забежал в секс-шоп после работы. Купил анальную смазку для фистинга кулаком. Жди, когда я к тебе приеду, устроим секс-марафон на Бонго Камс. Мой агрегат уже потный от твоей физиономии. Сообщения не всегда бывают разборчивые. Вот, послушайте. Ребят, подписывайтесь на мой канал, всегда слушают. Кстати говоря, очень много сообщений от Шкилы. Сейчас две ночи, у меня встал, я хочу какать. Если вы хотите поковырять все найденные мною голосовые сообщения, то в телеграм-канале я выложу весь этот список, так что приятного слушания. Алло, это я, Кейхпро. Вызываю, Сергей Михайлович. Мне на почту часто присылают письма с разными идеями, а также публикают их в предложку нашего телеграм-канала. Так, одной из идей оказался парсер Авито. Увы, запустить его у меня не получилось, а автор почему-то ссылался, что на моем кали не работает питом. Начинающих мастеров с ошибками много, однако идея мне показалась интересной. Я решил поковырять его код, и я нашел прямые ссылки на парсер, который он использовал. Здесь используются два сайта. Первый – Bullshit.agency, то есть в переводе «дерьмовое агентство» или «агентство дерьма», на котором можно пробить номер телефона с Авито, а также имеется поиск автомобилей по ВИН. Второй – это TellSearch. Он показывает разные варианты написания номера, названия организации или лица, оператор и мест продажи. Способ будет удобен тем, кто хочет пробить человека по номеру телефона, аналог GetContact. Хотя с моим GetContact здесь точно никто не сравнится. У меня встал, я хочу какать. Следующие – это пробив по нику. Это довольно удобная вещь, чтобы разузнать, на каких порталах зарегистрирован пользователь с определенным ником. Я пробил свой ник, и оказалось, что многие возжелали его использовать. Так, например, я нашел себя на Advega, каком-то портале Discus, самое удивительное – на Drive2.ru, где я продавал Lada 2110, которую явно нельзя назвать автомобилем, под именем Ваня Крюков, 19 лет, из города Кулунда. И выгляжу я здесь очень сексуально. В общем, я сам того не знаю, оказался зарегистрированным на многих платформах. В особенности игра Fortnite, в которую я никогда не играл, причем на зарубежных форумах. А вот следующее – это вынос мозга. Оно даже не связано ни с Линуксом, ни с Гитхабом, но довольно интересно. Мне на почту поступило письмо про одну игру, типа Talking Tomcat. Сюжет здесь такой же – гладить и ухаживать за кошечкой. Но почему-то содержание письма говорило про некую хоррор-игру для детей со скримерами, которая подглядывает за детьми и шпионит за ними через камеру. Мое лицо в это время было неописуемо, особенно когда я перешел по ссылке и прочитал эти комментарии. Мне нечего говорить. Зайдите в фотку этой кошки и приблизьте камеру на ее глаза. Что там такое? Там могут быть маньяки, которые могут за 10 минут распознать ваш номер. А может, и вообще в квартиру пробраться. Я уже удалил игру. Хотите, не верьте, на это может произойти. Ужас, даже не скачав игру, а лишь посмотрев на заставку, видно комнату, выглядитесь в ее глаза. Сделайте скрины и удалите. За этой игрой сидит маньяк. Да, он не придет к тебе домой и не убьет. Посмотрите на ее аватарку, приглянитесь, вам не кажется, что там машина. Например, в Анжеле. Если закрыть камеру, то она будет говорить, чтобы ты ее открыла. Я даже на ютубе нашел ролик по поводу этой игры, вы не поверите. Вся правда про игру, говорящая кошка Илья 2. Не сачивайте. В общем, здесь на 3 минуты девочка пытается рассказать про вот эту игру, и что многие комментаторы говорят, что на самом деле там в глазах кто-то есть. Хотя вот если приглядеться, вы вот, наверное, здесь видите, что-то в отражении на самом деле-то и имеется. Правда, сейчас разработчики это потерли, потому что я как-то проверял, там вот правда было что-то типа камеры, но на самом деле, смотрите, я сейчас надеваю очки, и если в каком-то ракурсе я поверну голову не так, то будут видны блики вот этой лампы, от этой лампы и еще от объектива камеры, если все это зумировать. То же самое и здесь. Она типа сделала селфи, и ее просто сфотографировали. Возможно, автор этого приложения пытался это как-то преподнести аудитории именно так. Но вот с чего взялись вот эти комментарии, я вообще не имею ни малейшего представления. Тем более, как я понимаю, все это пишут дети, потому что игра больше настроена для детей, для аудитории Влада А4, который выживает в ТикТоке с лайфхаками от Биар Грилса. Когда я зашла и увидела чье-то лицо, и сразу так он сама слетела, пожалуйста, никто не играйте в эту игру, там сидит маньяк. Детишки, я вот понять не могу, зачем правда писать такую дичь? Ну даже если в ее глазах находится что-то вот такое, я не вижу здесь ничего страшного. Это самая простая игра про кошку. Кстати, вы нашли в этом видео какие-нибудь пасхалки, потому что здесь было много кодов и много вставок. Возможно, там был какой-то интересный приз, и стоит пересмотреть это видео заново. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, пишите длинные комментарии, чтобы вывести это видео в топ, и до новых встреч, всем пока. А я пойду знаете куда. Туда. И выключу свет. Шевели своей духовкой, шевели своей пиздой, шевели рукой щекою, шевели, шевели. У меня встал, я хочу какать.